Николай Павлович, компания Агротех – это российский производитель сельхозтехники. На вас санкции отразились? Да, отразились. Каким образом? Ну, прежде всего, морально, так сказать, в том плане, что мы сегодня чего-то ждем, ждем, чего-то боимся, чего-то ожидаем. Мы под что-то подстраиваемся, это первое. Второе, наш основной покупатель – это сельские производители, ну, в основном фермеры, мы ориентируемся, они тоже настороже, то есть они не очень понимают, что творится на рынке продажи зерна, и поэтому деньги, которые они выручают вот именно сейчас от товарной продукции, они не сильно тратят, ждут чего-то. Естественно, покупательная способность падает, вот, а других у нас нет, за рубеж раньше мы только в Казахстан продавали, а сейчас как-то логистика не та, вот, и поэтому вот как бы все это, знаете, вот как двигатель на машине, работает, работает, а потом медленнее, медленнее, вот так, вот так. То есть мы еще живые, вот, делаем, но как-то вот не так, как бы хотелось, темпы не те. Аграрии наши возмущены были тем, что поднялась цена на сельхозтехнику, отечественную, причем, если зарубежно еще можно было объяснить сложностью в логистике, объяснить тем, что доллар у нас скакнул до 120 рублей, то российские машиностроители почему поднимают прайс? Я объясню, я не знаю, почему российские это самое поднимают, здесь нелогично, потому что металл, ну, я вам скажу, вот, в строительстве мы кроме производства сельхозтехники строим зернохранилища, это 70% мощности нашего предприятия занимает. Ну, у нас доходила цена за тонну 140-150 тысяч за тонну металлического листа оцинкованного, а сейчас 76-77, почти в два раза упала цена, вот. Безусловно, снизилась цена и самих строений, так и в машиностроении, если металл был 115-120 рублей килограмм, то сейчас от 56 лист, например, до 78 профиля, то есть металл упал, его цена, вот. Электричество тоже практически не подорожало, но подорожала вот эта вся мелочевка, те же болты, вот болт стоит 10 рублей, какой-то там болт, раньше он там 3 рубля стоил, он три раза возросла цена. Ясно, что комплектующие импортные возросли в 3-5 раз, не меньше, вот. Вот, поэтому вот те предприятия, у которых импортная составляющая маленькая, как у нас, нам и особо нет смысла было повышать, мы не подняли. Ну, к примеру, вот если мы разбрасыватель продавали 75, сейчас мы 93 продаем, все-таки действительно, хотя металл упал, ну вот, то есть мы на этой позиции компенсируем те проблемы, которые, скажем, там на производителях у нас появляются. Примерно вот так. А что за проблемы с опрыскивателем? А там, в этом секторе достаточно много незаменяемых вещей, такие как распыгители, например, которые уникальная технология, делаются они с полиацетата, ну, в общем, достаточно качественный материал необходим, калибровка нужна, то есть делают ведущие производители, такие как Италия, Германия, ну вот, у нас в России были попытки, там Казани ребята осваивают, ну, как-то, знаете, кто мерил эту каплю? А от размера капли очень сильно зависит эффективность препаратов, которые сами по себе пять раз возрослили. Поэтому проще купить пять раз дорогой распылитель, который подорожал, и поставить его на прискрытие, это касается распылителя. Потом, в связи с тем, что подорожали, химия вся эта, ну, в разы, в разы, вот, имеется в виду гербициды, пестициды, токсициды, в разы подорожали, значит, что задаем себе вопрос? Или переходим на дешевые, фермер думает, или меньше применяем, а меньше нельзя, потому что не получишь товар, значит, надо рационально вносить, значит, надо ставить компьютеры. Поэтому сейчас практически все опрыскиватели оснащаются компьютерами, в том числе и мы разработали, сами производим компьютер, ставим на свои опрыскиватели. Вот, то есть отсутствие недорогих препаратов заставило все это компенсировать сложности механизма, и отсюда возрастает стоимость опрыскивателя. Если раньше работали опрыскивателем, закрывая глаза там на какие-то потери, то сейчас вынуждены покупать очень дорогие опрыскиватели, итальянские, там, по 5-8 миллионов с автоматизацией, или самоходки, туман, шикарный мировой уровень, у нас тоже порядка 13 миллионов, вот, представляете. А раньше обходились все там, ну, уровень был там 400-600 тысяч, вот, то есть одно идет за другим. Понятно примерно, да, почему опрыскиватели? Вот, это касается и разбрасывателей удобрений, потому что удобрения, ну, аммиачные, например, удобрения, возросли в 3 раза стоимость, до 5 некоторые позиции. Если раньше фермер говорил, а зачем мне точно внесение? Зачем? Все равно поле мое, и все, что я купил, я выброшу на своем поле. Мы ему говорим, да, ты выбросишь на своем поле, но ты не внесешь точечно или локационно то, сколько надо, чтобы рекомендовало. Вот эти вещи сейчас заставляют фермера думать и покупать дорогие оборудования. Поэтому название осталось, разбрасыватель удобрения, например. Но цена его 3 раза дозирует количество, необходимое в зависимости от маршрута и скорости движения трактора. Николай Павлович, ну вы уже говорите о точном земледелии, о цифровизации земледелия. Мне всегда казалось, что эта тема больше связана все-таки с зарубежными производителями, потому что компьютеры нам поставляются из-за рубежа, электроника, все это приходит из-за границы. В этих условиях вообще возможно модернизировать хостехнику, когда нам говорят, мы вам не будем поставлять высокотехнологичные? Возможно. Вот в тот раз Алексей Владимирович, по-моему, имя, отчество было. Да, да, Алексей Владимирович. Да, Алексей Владимирович очень профессионально осветил эту тему. Но он осветил ее глобально, в плане, так сказать, теории всего этого с приложением на российскую практику. Но большинство фермеров, и мы такие вот темноватые люди, нам трудно даже понять, о чем он говорил. Поэтому что возникает простой вопрос у фермера. Вот он купил старое происхождение, он прекрасно работает, там, 10 лет назад. Он работает, там, чей-то, там, например, Гварда компания, хорошая происхождение. Вот. И ему жалко его выбросить. Но он должен понимать, что каждый гектар он теряет зерно на нем. Потому что нет точности, нет в зависимости от изменения скорости движения. Там, ну, целый ряд моментов, что обеспечивается компьютером. Ряд компаний в России, в Казани, в Барнауле, в Ростове, и мы в том числе. Мы сами начали делать компьютеры. В прошлом году мы штук 20 сделали, в этом году 20. Вот. И мы сейчас говорим так, что, товарищи, все опрыскиватели, которые покупаете вы в России, любой, вы покупаете у нас в районе стольника 100 тысяч комплект, сами его прикручиваете, и мы обеспечиваем точность снесения до 3%. Неточность до 3%. А была у вас неточность 25, и мы это докажем. Вот представляете, до 25% была неточность. И всем это все было хорошо, потому что вода течет, брызгает, туман есть. Вот. А когда задаешь вопрос, а сколько вы выливаете? А пережигаете, не пережигаете? Вот. А сейчас это все делает электроника. Дело в том, что электроника так быстро развивается, что такие организации, как мы, ничего сложного сделать компьютер. Понимаете? Все это в Китае покупается. Ну вот. Ребята вот с радиоуниверситета делают приложения, программу. Ну а дальше все там, прикрутите все дела. Николай Павлович, ну вот говоря о вашей компании, в этом году, как вы идете? Увеличиваются продажи, сокращаются продажи, увеличиваются продажи каких-то определенных товаров? Отвечаю. В связи с тем, что на рынке зерна есть определенные белые пятна, и фермеры не знают, а что ж там и как. Вот. Особенно, вот скажем, кукуруза. Вот. И они начинают, продолжают строить ангары. Таких, как мы, компаний, наверное, штук 100 в Союзе. И мы строим ангары для селян. И это наш сегодня основной хлеб. 70% мощности мы занимаем строительством ангаров, весом. Вот. То есть, сохранить зерно и вовремя продать, это становится наиболее реальным и актуальным процессом для производителя. Не произвести пшеницу. Понимаете? Научились производить более-менее там 64 до 100 центнеров. Но как его и куда деть? Вот. Поэтому вот такие компании, как Волга, шикарнейшая компания в Волгограде, наши коллеги. В Ростове есть компания. Мы и так более-менее. Мы строим зернохранилище. Вот. Поэтому в области вот строительства зернохранилища темпы те же. Мы рентабельность снизили в строительстве. Вот. И у нас, ну мы, сейчас мы, я не хочу там сильно хвастаться, но объекты мы не берем. У нас очередь стоит. Что касается... Сельхозтехники, да. Что касается сельхозтехники, здесь примерно, можно сказать, наоборот. Вот. То есть мы подлаживаемся, подстраиваемся под нашего основного заказчика. То есть реально те люди, которые раньше заказывали. Вот. И... То время, когда это надо, мы это даем. Ну, к примеру, у нас есть потребитель где-то в Челябинской области. Более 40 борон легких пружинных мы произвели. Ну, за два-два с половиной месяца. То есть сейчас обстановка такая, что вот когда надо, надо, чтобы оно было. Раньше впрок покупали, а сейчас впрок не покупают. В том числе и нашу продукцию, понимаете. Ну, вот. Поэтому это осложняет. Заделы на складах держать опасно. Это и нас касается. Поэтому мы вот смотрим, на что пользуется спросом. Ну, и потихоньку-потихоньку подбираем комплектовку, чтобы назначенное время, там, 2-3 месяца произвести. Там, 20, 30, 40, 50 комплектов. Понятно, да? Да, понятно. Вот такая история. То есть сложнее стало не сам процесс производства, а подстраиваться под то, чтобы кому-то это дать. Спрос волнует. Николай Павлович, вот на Ваш взгляд, что может сделать государство? Для Вас и для отрасли. Ну, вообще, я Вам скажу честно, государство много делает. Как бы мы на государство там зуб не точили, да? Вот. Но я Вам скажу, что столько, сколько делает наша государство. Я был только в одной Турции 38 раз вот за 12 лет. Вы представляете, да? Я приезжаю в некоторые фермы, хозяйства, как себе домой. Хотя не знаю турецкого. И когда задаем вопрос о налогообложении, о том способе быстрого развертывания производства и о других некоторых вещах, вот, малого бизнеса я имею в виду. И я начинаю просто рассказывать, не хвастаться, что я говорю, вот у нас есть 6-процентная схема. Как? Да, говорю, вот так. 6-процентов с оборота заплатил и спит спокойно. Да не может быть. Да вот, да у нас, вот. Конечно, это большой шаг. Спасибо министрам нашим, что много-много лет эта схема живет и радует. Да, там куча ограничений, но надо, ну, то есть, есть ходы, они законные, их надо просто использовать и прекрасно работать. Вот, второе, что государство в меньшей степени сейчас регулирует нашу деятельность через налоги. Дай Бог, постучу по дереву, вот я бы дерево взял. Вот. Вот, раньше я много этим занимался. Раньше, раз так, бухгалтер главный, директор, приезжайте в налоговую. Сколько у вас сидоров получает? Столько. А Петров сколько? Добавляйте им срочно. И добавите там, директор плачет, бухгалтер плачет. Такое было все время. Сейчас спокойно все. Вот. Ну и сами вынуждены поднимать зарплату белую. Вот такая история. Поэтому, что касается государства, главное, я бы сегодня сказал, не мешать. Вот как оно и не мешает. Помогать, ну, начинающим, я думаю, надо давать кредиты. А таким организациям, вот как наша, мы обязаны сами без кредитов на плаву быть, понимаете. Есть, конечно, суперорганизации, которые, ну, например, там, Кубань Хлебов, работаем. Они построили семянную станцию, самую большую в Европе, вот с компанией Петкус. Ну, понимаете, это и престиж государства, и престиж этой технологии. Вот. Там, конечно, им дают кредиты. Ну, так, пока все нормально. Не мешать. И обстановка такая должна быть благо, во благо все должно делаться, между регулятором. Если есть мозги, а у нас в России, слава богу, еще мозгов полно, вот, мы ничего такого нет. То есть то, что производится в сельском хозяйстве, вот опрыскиватели, разбрасыватели, все будет производиться и у нас. Может, чуть по-другому, но будет. Вот такой я вижу путь, вот, потому что клеваться-то некуда, если кратко. Все будет хорошо, я вам точно скажу. Вот, потому что мы, если мы, скажем, видели хорошее, я имею в виду, те же хорошие насосы, регуляторы, компьютеры, чужое. Видели, то мы знаем, куда идти. Мы, производители. Мы уже пойдем дольше и другой дорогой, но у нас уже, мы же не будем изобретать, например, какой-то механизм, который запахи вырабатывает, и при этом опрыскиватель дает какой-то эффект. Понимаете? Мы будем повторять то, что мы уже имели импортное, что мы и делаем. И другие компании так же. Все налаживается. Хорошо. Николай Павлович, на этой доброжелательной ноте. Не, не, я не с целью там, как говорят, леща дать, а все будет хорошо, хотя перспективы финансовые туманны, но люди-то работают, на работу ходят. Люди те же. Да. Люди те же.